Владимир Путин назвал интернет проектом ЦРУ. Глобальная сеть оставалась одной из немногих площадок, где россияне могли найти информацию критического содержания по отношению к политике президента и правительства. Но с принятием Государственной Думы новых законов будет перекрыт и этот источник кислорода. Глоток чистого виртуального воздуха сделала Александра Агиенко. На минувшей неделе в России произошло удивительное событие. Глава правительства Дмитрий Медведев стал средством массовой информации. Этот несколько неожиданный статус премьер-министр приобрел с легкой руки депутатов. Законотворцы решили, что в интересах государственной безопасности популярные блогеры, у которых минимум 3000 посетителей в сутки, не должны существовать сами по себе, а только под чутким контролем соответствующих органов. Так же, как работают СМИ. А поскольку у Дмитрия Медведева в одном только Твиттере более двух миллионов подписчиков, он, получается, автоматически попадает под действие нового закона. Оппозиционно настроенные эксперты говорят, постановление о блогерах не единственное и, главное, не самое большое недоразумение из тех, что ждут россиян в ближайшем будущем. В настоящее время Дума рассматривает или уже утвердила серию законопроектов, касающихся, так или иначе, свободы самовыражения. Речь идет о так называемом антитеррористическом пакете группе поправок, который депутаты решили разработать после взрывов в Волгограде. По замыслу законотворцев, чтобы предотвращать террористические акты, необходимо расширить полномочия спецслужб, ограничить электронные денежные переводы, блокировать сайты без решения суда популярных интернет-пользователей, заставить обязательно регистрироваться в Роскомнадзоре. Помимо этого, в очередной раз необходимо ужесточить законодательство о митингах и нарушителей сажать в тюрьму. Правда, сейчас уже толком никто и не помнит, что законотворческие инициативы были связаны с трагическими событиями в Волгограде. Теперь депутаты кивают в сторону Украины. Там они видят главных террористов и злодеев, с которых в России теоретически способны взять пример. И как раз блогеры могут этому способствовать. Ведь они совершенно неподконтрольно распространяют различную информацию. Часто политического характера и тем самым влияют на умы граждан. По словам депутата от фракции ЛДПР Вадима Деньгина, сейчас всю эту сферу необходимо упорядочить, а всех востребованных блогеров занести в реестр. То, что сейчас творится в интернете, называется вседозвольностью, но не свободой. А большинство в этом, к сожалению, путает. Мы с вами сейчас приняли то, что заставляет блогера быть ответственным перед обществом. Но его никто не нагибает ни за какие критические статьи. Пожалуйста, хочешь ругать президента? Ругай. Премьера? Ругай. ЛДПР? Ругай. Деньги наругай. Госдуму как здание? Ругай. Че хочешь делай? Ради бога. Но проблема одна. Просим культуры, приличия, без мата. Депутат заверяет, что процедура регистрации в Роскомнадзоре никоим образом не приравнивает блогеров к СМИ и не ведет к созданию подобного китайскому золотого щита, проекта, который фильтрует информацию в интернете. Конечно, сами пользователи сети так не считают. Популярный российский блогер Илья Варламов заявил, что эта инициатива нужна только для того, чтобы преследовать и закрывать неугодные блоги, чтобы не было больше разоблачений депутатов и неудобных статей о жизни в российских городах. Можно будет забыть и о твиттер-трансляциях наблюдателей с избирательных участков. Ведь это можно расценить как нарушение закона о предвыборной агитации, которому популярные блогеры обязаны будут подчиниться. Однако депутаты не унывают, продолжая развивать все новые идеи. На текущей неделе Дума приняла закон, который вводит уголовное наказание за оправдание нацизма и распространение ложных сведений о деятельности СССР во время Второй мировой войны. До пяти лет лишения свободы. Этот закон стоит особняком с терроризмом. Он бороться не призван. Скорее, с ненужными, с точки зрения законотворцев, рассуждениями. С такими, как, например, в интервью Артевяй высказала историк Ирина Щербакова. Что самое неприятное, что это очень циничный закон. Потому что есть вещи действительно святые для нашей страны, с которыми нельзя устраивать политических манипуляций. А это настоящая политическая манипуляция. Потому что люди пережили очень много страшного в этой войне. Было сделано очень много ошибок нашим руководствам. Было сделано очень много ошибок в начале войны. Кстати говоря, это даже еще сталинским руководством в какой-то мере признавалось. Когда Сталин говорил, другой бы народ, я пью за русский народ, другой бы народ сказал своему правительству, уходи. Так вот теперь даже это, как бы можно отнести к какому-то отрицанию. На этом фоне, по словам Щербаковой, особенно цинично звучат бесконечные обещания депутатов обеспечить всех ветеранов войны к 9 мая жильем. Самому младшему из участников войны сегодня 88 лет. Внутри самой Думы на этой неделе тоже обсуждали вопросы свободы слова и самовыражения. Поводом послужило поведение Владимира Жириновского, который, не стесняясь телекамер, в грубой форме оскорбил беременную журналистку. Депутат Единоросс Сергей Железняк напоминает, были случаи, когда журналисты в своих статьях оскорбляли женщин-депутатов. Из-за этого им ничего не было. Впрочем, недопустимо ни то, ни другое, уверен Железняк. Те, кто пытаются прятаться за корпоративной солидарностью, или кто пытается выдать разные критерии или оправдания для тех или иных профессий или кругов знакомств, просто ведут себя неприлично по отношению к собственным родителям, которые их так воспитали. Правда, заседание Думской комиссии по этике закончилось неожиданно. За оскорбление и мат вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского не то что мандата, даже права голоса не лишили. Разобрав инцидент, главе российских либерал-бинократов настоятельно рекомендовали извиниться. Александр Агиенко, Алексей Матвеев, РТВИ, Москва. Украинские сепаратисты, американские политики, армянский геноцид и российский интернет были в центре событий минувшей недели. Надеемся, на будущий нас ждет больше хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин